Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И давайте сегодня сделаем тему, которая напрямую связана с обучением. Тем более, эту тему мы проходим в нашей яхтенной школе Captain German Sailing School. И мы с вами будем сегодня изучать спасательные жилеты. Тема простая, но просто должно быть понимание, что это такое, какими они бывают и как используются. Ну что, давайте! Сейчас у меня в руках обычный спасательный жилет. У нас их на лодке нету. Я попросил у наших соседей одолжить. У них где-то в кладовке еще такие остались. Но такими большими спасательными жилетами практически никто уже не пользуется в современном яхтинге, потому что это неудобно. Но, тем не менее, открыть и посмотреть, что же там внутри, будет интересно мне в том числе. Мешочек, в котором он хранится, удобный. Такс, ну что ж. Вот вы видите, такая штука. Одевается он очень просто. Вы его одеваете себе вот так вот на шею, вот эта вот веревочка обходится вокруг, вот так закрепляется и вытягивается. У вас получается, на вас висит вот такой жилет, движение он сковывает и начинает душить только если вы руки любите вперед. Но, на самом деле, в нем не так, чтобы и совсем неудобно. На спине он, как вы понимаете, открыт. Находиться в таком жилете постоянно крайне неудобно, но ранее других вариантов не было и люди в них ходили. Но, давайте рассмотрим еще один момент. То есть, для того, чтобы пользоваться этим жилетом, нужно дополнительный harness, дополнительное устройство, которое вы одеваете на себя. И если вам нужно закрепиться где-нибудь в кокпите, то за жилет это сделать невозможно. То есть, этот жилет нужен только для того, чтобы вы могли оставаться на плаву, если вы выпали за борт. Теперь давайте посмотрим, что на нем написано. Это взрослый жилет, который подходит для людей с размером грудной клетки от 76 до 132 сантиметров. И здесь написано, что он используется near shore. То есть, это жилет для, грубо говоря, вот вы там едете в динге, бросили их и он находится у вас в тузике. Давайте сейчас перейдем к тем жилетам, которые в яхтинге используются чаще всего. То есть, вот такой жилет. Это называется не только life jacket, а еще и harness. Одевается он очень просто. Вот вы его надели. Потом застегивается пряжка. Вы далее регулируете его под себя. Естественно, он регулируется под ту одежду, в которой вы находитесь. Внутри этого жилета есть harness и вот такой вот луп металлический, за который вы цепляете тедер. И вот им уже привязываетесь к лодке. Но об этом я расскажу немножко позже. Но пока вот такая вот история. Преимущество этого жилета, что вы его практически не чувствуете на себе, он вам не мешает. И если вы упадете за борт, он автоматически срабатывает и надувается. Минусами этого является то, что у него есть механизм гидрореле и баллончик с углекислотой, который, собственно, надувает ваш спасательный жилет. И вам нужно следить за его срок годностью. То есть у вас в лодке должен быть логбук, в котором вы записываете maintenance всего оборудования, которое у вас есть. И когда подходит к концу срок службы, то нужно менять либо гидрореле, либо баллончик. Ну, скажу я вам следующее. То есть у меня в руки попался жилет, который был 95-го года. То есть у него уже срок годности вышел лет, наверное, 20. То есть мы его бросили в воду и он сработал. То есть я не призываю к тому, чтобы использовать оборудование, которое вышло из строя. Потому что, как вы понимаете, оно может как сработать, так и не сработать. А тогда вы будете в большой попе. Поэтому оборудование должно быть проверено. Оборудование должно быть обязательно работоспособно. Но в случае, если вы оказались на лодке, на которой оборудование просрочено, это не повод для конкретной паники. То есть ничего хорошего, но и не фатально. Есть еще детские жилеты. Вот они вот такие маленькие. Данный жилет до 40 килограмм веса ребенка. То есть нужно учитывать, если у вас дети на борту, для них подходят другие жилеты. И вам нужно, если вы едете на чартер, привезти свой. Потому что, скорее всего, маленьких не будет. И хочу вам сказать, что здесь есть баллончики с углекислотой, которые якобы нельзя провозить в аэропорту. Но почему-то спасательные жилеты провозить разрешают. Ну и давайте я вам сделаю маленький лайфхак. Все люди разной комплекции. И когда вы приходите на борт, и у вас намечается такое достаточно динамичное плавание, то вам выдают все ваши жилеты заранее. Поэтому, чтобы не перепутать, чтобы знать, какой есть у кого жилет, вы берете армированный скотч, берете маркер и пишете свои инициалы, и его регулируете под себя. Тогда у вас никогда не будет проблем. Вы взяли не свой жилет. То есть он у вас подписан. Если кто-то одел ваш, снимай свой отдел. Все. С этим проблем нет. Есть еще жилеты для офшорного плавания. То есть они прямо такие большие, как подушки. Если вы ходите в длительные переходы, и у вас большой офшорный яхтинг, тогда вам лучше запастись такими жилетами, потому что там есть и фонарик, и много чего полезного прямо внутри. И в этом случае желательно вам иметь свой правильный жилет, потому что он будет под вас регулирован, и вообще вам будет в нем более комфортно. Ну что, с жилетами разобрались. А теперь давайте мы его разберем. Я вам покажу, что внутри, и перейдем к испытаниям. Ну, что внутри этих жилетов, я думаю, все понятно. Там просто какой-то поролон. Мы этому уделять внимание не будем. Мы займемся другими жилетами. Итак, это все на липучках. Мы его раскрываем. И видите, здесь есть ремень, который пришит к этому всему и держит форму, и, собственно, держится на вас. Далее. Вот, собственно, это гидрореле. И здесь внутри, вот написано, баллон с СО2, 33 грамма. Может быть, это есть какой-то там вес, который нельзя превышать. Отражающая свет лента. Если данное гидрореле не сработало, тогда вы просто тянете за вот эту вот чеку, и оно срабатывает. Зелененькое. Здесь написано, что его нужно заменить, replace, если он красного цвета. То есть, если у него уже он не рабочий, то здесь будет гореть красненьким. Ну, собственно, и он будет подлежать замене. Здесь написано, что охват груди от 55 до 140 сантиметров и минимальный вес 40 килограмм. То есть, для детей он не подходит. Запомните, для детей другой жилет. И написано, что он надувается автоматически. Как застегивать жилет? Вы видите, вот здесь вот такие пряжки. Вот так вот. Одна засовывается в другую. И вот так они держатся. Очень надежная система. У меня в руках поводок, который называется Theder. Но на самом деле его очень часто называют лайфлайном или же лиш. Лиш – это поводок по-английски. То есть, просто такое неформальное название. Лайфлайном его используют люди, когда говорят, что они хотят пристегнуться. Это все используется в англоязычном мире. Хотя, если люди, которые более-менее обучены яхтингу, они называют его Theder. А лайфлайн – это вот эти вот тросики, которые идут вдоль борта. Но, тем не менее, чтобы вы знали, если кто-то вам об этом скажет, чтобы вы не удивлялись и поняли, что он имеет в виду. У меня в руках специальная пряжка, которая идет на Theder, на поводке. И для того, чтобы ее открыть, она так не открывается. Для того, чтобы ее открыть, вам нужно нажать вот на вот этот лепесток. И только после этого пряжка откроется, и вы ее сможете зацепить за свой харнес, за свой жилет. Нажали, открыли, зацепили, отпустили. Все, защита стоит, вы привязаны. Ну что, теория, все это, конечно, хорошо. Но давайте перейдем к практике и посмотрим, как работает спасательный жилет в воде. Ну что, переходим к испытаниям. Очень душит. Ну вот, друзья, эта штука вот так работает. И надеюсь, что вы никогда не будете знать, что это такое. Но, тем не менее, вот я вам показал. Здесь вот есть штука, чтобы его поддувать в случае, если он сдувается. И вот так оно работает. Ну и, естественно, в комплекте есть свисток. Ну вот, наш индикатор и красненький. Пора на замену. Ну что, друзья, наш выпуск подошел к концу. В нем мы вам вкратце рассказали, как работают life jackets или персональные средства безопасности, спасательные жилеты. То есть, мы сторонники того, чтобы пользоваться современными устройствами, поэтому используем только надувные на наших лодках. На наш взгляд, это более удобно и менее головняково. Не забывайте ставить лайк, писать комменты и проверьте подписку и колокольчик. И мы с вами встретимся уже, наверное, на следующей неделе. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова